Если представить себе такую игру в преферанс, вот сидят игроки, да, Европа, Штаты, Россия, они такие, вот у них расклад, у них там есть тузы, у них есть какие-то там, как они считают, семерки ненужные, да, там Грузия, Украина и Чечня, да, мы их сдали уже и будем дальше сдавать вот эти неинтересные карты. Как ты думаешь, что должно быть в том самом прикупе, чтобы, ну, что-то там у них поменялось? Да, вот это замечательный вопрос, да, на который, ну, по-моему, ни у кого до сих пор нет ответа. Директор национального телевидения сегодня выступил с заявлением, что Владимир Путин руководил операциями во время выборов с целью упорочить вас и оказать поддержку Трампу, подорвать выборы и разделить наше общество. Какую цену он заплатит? Он заплатит цену. У нас был долгий разговор, я относительно хорошо его знаю. В начале нашего разговора я сказал, я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что произошло, пеняй на себя. А он сказал, что вы знаете, что у него нет души? Да, я так и сказал. Его ответ был, мы понимаем друг друга. Мы были вдвоем в его офисе. Вот как это произошло? Это как, когда президент Буш говорил, что заглянул в его глаза и увидел в них душу. Я сказал, я посмотрел тебе в глаза и не думаю, что у тебя есть душа. И он сказал, мы понимаем друг друга. Главное в отношениях с мировыми лидерами, исходя из моего большого опыта, это знать другого человека. Вы знаете Владимира Путина? Вы думаете, он убийца? Угу. Я знаю. Угу. Я знаю. Угу. Я знаю. Угу. Я знаю. Да. Да. Какую цену он должен заплатить? Вы скоро сами это увидите. Леша, значит, меня только что забанил Фейсбук на 30 дней. Поздравь меня. Поздравляю. Ну, привет. Да, отлично. У меня это два раза в год примерно происходит, но это в такие легкие годы. Это обычно 3-4. Класс. Ну, это на каникулах получается. Вот. Поэтому нашу с тобой программу, пожалуйста, ты размещай на Фейсбуке. Договорились? Ага. Ага. Условились, да. Значит... Или мы дождемся 30 дней, и мы, знаешь, и мы такие выдержанные 30-дневный компот такой им устроим. Нет. Смотри. Я выложила пост, видеоинтервью Ахмеда Закаева. 98-й год. То есть, что получается? Первая война русско-чеченская. Чеченцы выиграли просто там 10-0, да? Выгнали российскую армию. Чечня начинает свою жизнь. Независимая республика Ичкерия. 97-й год подписания мирного договора. Масхадов-Ельцин. И Чечня начинает, Ичкерия начинает строить свое государство. У нее есть все шансы, все страны ее принимают. Вот Ахмед Закаев в Берлине, 98-й год, дает интервью берлинскому коллеге, твоему журналисту, и рассказывает, как они намерены строить свое государство. И 99-й год, мы знаем, что произошло. В общем, окончательное решение чеченского вопроса. Там уже вообще никаких шансов. Это я к тому, что меня забанили за этот пост вот только что и за мой же комментарий. Я написала, что мне отвратительно, мне отвратителен пофигизм россиян в этом вопросе. Почему они, хорошо, тогда они этого не видели. Потом случилась Грузия, 2008-й год. Опять они ничего не увидели, они ликовали. Потом случился 14-й год, Украина. Как они себя свински повели, мы знаем. Не то, что они не поддержали, да, вашу борьбу за свободу. Они издевались, они смеялись, они там на ножи в спину, да, кидали и так далее. Сколько времени прошло и сколько им нужно еще, чтобы они хоть что-то поняли, эти люди. Но они не понимают. Им пишут люди, да, раскрывают все факты. Эти люди ничего не хотят знать. Но моя задача все равно обращаться к ним. Это мой народ, россияне. Я обращаюсь к ним. Это наша задача. А человечица, да, из свинского образа приобрести снова человеческий вид, если он когда-то был. Вспомнить, что мы люди и начинать как-то за все это отвечать. Леша. Поэтому я хочу, чтобы вот в таком ключе общестратегическом, что за всем этим стоит Кремль и тянет за собой русский народ в эту вину, да, за все. Ему придется отвечать русскому народу за все, что они натворили. Вот поскольку ты такой активный участник, подробный участник событий украинских, давай начнем вот с этой агрессии России против Украины. Как все начиналось? Какие были предпосылки? Знали вы или нет? И насколько это было шоком для вас? Или вы были готовы? Вот давай степ-бай-степ. Да, смотри, степ-бай-степ очень правильно, ты еще правильно началась, очень правильных посылов, да, о том, что вот 2008 год, Грузия, мы уже там, ну, Ичкерия, одна история, да, затем 2008 Грузия, никто ничего не замечает. Украина тоже этого не замечает. Украина не замечает Чечню, потому что ей кажется, что это где-то далеко, да, я уже, уже началась украинская, отпор российской агрессии. И в 2014 году мне по-прежнему мои коллеги телевизионные говорили, хватит, что ты со своим Кавказом носишься, а я тоже ездил тогда и к Ахмеду, и в Лондон, и встречался с переговорщиками с северокавказской стороны на нейтральной территории, так полуофициально. И мне мои коллеги украинские кричат, что ты спасаешь, хватит спасать свой Кавказ. Я говорю, ребят, не мой Кавказ, да, я вообще как бы там русскоязычный украинец, да, я как бы не русский, не россиянин, Кавказ не мой, никогда им не был. Но в этой разобщенности, когда мы перестанем, только когда мы перестанем воспринимать наши истории как отдельные истории, когда мы поймем, что тоталитаризм только сообща можно побороть, иначе не будет ничего. Потому что вот эта тактика и стратегия «разделяй властвуй», она свойственна царской России, потом сталинской России, сегодня путинской России, ничего нового никто не изобрел. Поэтому Грузия, то есть, ну, Ичкерия вообще забываем, Украина ее не услышала и не увидела, да, Грузия, моя любимая Юля Тимошенко и все наши прекрасные украинские политики делали все возможное, чтобы спустить на тормозах эту историю в парламенте украинском, не выразить никакой позиции, да, совершенно без зуба. Я тогда работал на еще одном центральном украинском канале, я был в Грузии в момент войны, в момент российских бомбардировок горе, я как бы штатным журналистом, постоянным и как бы спецскором их там в разных местах, там документалистом, я им звоню, «Ребята, да, вот ваши съемочные группы есть со стороны Цхинвали, да, вы зашли с российской армией туда, я есть в Грузии сейчас на территории грузинского сопротивления, давайте телефоном хотя бы будем включаться с двух сторон, не передавая российскую картинку». Это тогда был телеканал «Интер», который и остался там где-то «Газпромовским», но вопрос в другом, да, тогда эти грани были еще менее ощутимы, чем сейчас. И так вели себя все украинские каналы, принадлежащие как оккупационным впоследствии силам, так и украинским олигархам, а что там свободных медиа нет. И вот, и как бы мне говорят, «Ребят, ну давайте там, да, мы все равно будем с российской стороны, не то, что мы, а потому что, не объясняя причин, якобы это логистически им удобнее, да, вот это логистически удобнее занимать сторону оккупационной силы и сторону силы, да. И это раболепие и халуйство такое перед великой монархией, да, которые вот из этого колхозного поросенка, с которого ты начала разговоры, вытравить очень сложно, да. И пока эти колхозные поросят, они перестанут хрюкать на хозяйскую избу, да, и ждать оттуда подачки или сигнала к действию, да, а это происходит, к сожалению, в элитах наших обществ укоренено достаточно плотно. Российского, украинского, увы, и европейских отчасти тоже находившихся где-то и находящихся под таким гнетом шредеризации, да. Это все происходит. Поэтому пока мы, ну, сообщая, не поймем, что это нужно делать и не перестанем изображать из себя тех, кто святей Папы Римского и каких-то великих националистов, а вот мы не сможем это победить. Украина, 2014 год, уже все понятно, российская война, российская агрессия, оккупация произошла. В 2013 году, летом, где-то август месяц, Россия уже на тот момент начала такие, как бы, зажимающие экономическими санкциями Украину действия, которые очень напоминали, глядя на них сейчас, то, что Россия же делала в Грузии в году 2005-м с блокадой Вин и Боржоми. Да, Грузия крохотная страна, что там есть, туризм, немножко металлургии, немножко минеральной воды и немножко вина. Вот все, что они могли заблокировать тогда, они заблокировали грузинам и в Молдавии. А это делал пресловутый преснопамятный Онищенко тогда, в 2005-м. Похожая, немножко другая, можно долго это анализировать, но мы так сейчас схематически идем. Немножко другая, но очень похожая схема применяется россиянами в 2013 году в России, останавливая украинских экспортеров. Но это происходит еще до так называемого Евромайдана, который, ну, называть его Евромайданом абсолютно провокация и фикция, да, это был антикоррупционный Майдан. Те, кто громче всех кричали о Евромайдане, но там забывают о европейском флаге и теперь пытаются размахивать флажком американским. Опять же, другая история. Но вот до Майдана, до антикоррупционного Майдана, за несколько месяцев Россия уже повторяла сценарий 2005 года в Грузии. Крым. В Крыму движение по как бы вербовке и активизации своей агентурной сети Россия начала еще в ноябре-декабре, это самое позднее, да, это по самым таким уже, ну, четким проверенным каким-то данным. Возможно, раньше. Я знаю об осени, поздней, начале зимы того же года россияне начали, российская спецслужбистская элита, да, вот эта вся компания, которая в итоге вошла в Крым, они начали прощупывать свою потенциальную агентуру и среди меньшинств национальных, как татары, среди армян, среди украинцев, среди там россиян этнических, вероятно. И это начало происходить за минимум два с половиной месяца до открытой оккупации. Дальше, когда мы понимаем, и я очень люблю даты, да, я очень люблю документы, да, когда мы открываем документы украинских спецслужб по оперативной сводке по российской активности в Крыму, мы понимаем, что начиная уже с 21 числа была усилена охрана аэродромов Кача, движения начались по полуострову российской техники, это только то, что задокументировано украинцами. А за неделю, собственно, до бегства Януковича, как мы знаем, Янукович самолет в Ростове приземлился около 22 часов вечера 27 февраля, в предпоследний день зимы, за неделю до этого Крым уже потихоньку начинал меситься российскими гусеницами военной техники. Это были движения перегруппировки войск, это было совершенно не случайно, это понимали на тот момент уже все находившиеся там, но любые разговоры, да, о том, что, как и любил, значит, Владимир Владимирович Путин рассказывать, что, дескать, мы вот на бегство Януковича и на его призыв там помочь отреагировали, полная официя, да, понятно, это, конечно, ложь, поскольку, да, повторюсь, вот мы возвращаемся за неделю, да, только по официальным документам, до бегства промосковского нашего дружочка Виктора Федоровича Януковича из своей дачи, а затем на восток Украины в Крым и оттуда в Ростов, вот за неделю до этого россияне уже готовили свой контингент на полуострое. Поэтому это готовилось. Мы, будучи в Украине там и не будучи на тот момент активно там вовлеченными вот в эту военную, гибридно-военную, около, скажем так, военную деятельность, конечно, большинство из нас этого еще до конца не понимало. Как я это понял, об этом моменте мы можем поговорить отдельно. Это было тоже любопытно. И, наверное, не сразу, не в день, когда я увидел то, что я увидел. Да, мне тоже понадобилось несколько лет, чтобы это осмыслить до конца. Разобщенность. Ты говоришь об этом, очень правильная вещь. Разобщенность. Что такое разобщенность? Вся эта история в Крыму началась с нескольких провокаций. Очень любопытно. Я никогда не принадлежал ни к правому лагерю, ни к левому лагерю. Я считал себя таким осмысленным, там, уверенным центристом. Я понимаю, что то, что делают спецслужбы, будучи головами одного и того же старого НКВДшного спрута, который взросшен был на костях, костном бульоне, крови, поте и скелетах гулага, вот эта штука, которая выросла на нем, она же была и остается одним из главных дирижеров и как бы питательной средой для взращивания ультраправых провокационных течений в самых разных регионах. Мы понимаем, что и исламский так называемый терроризм своего времени в Советском Союзе был где-то рожден из этого спрута. Мы понимаем, что их роль в этом, мы понимаем то, каким образом это происходило и происходит в России. Но мы также должны понимать одну важную штуку. В Украине очень серьезный агентурный и такой провокационный момент, элемент, его вот эта зажигательная часть, она так или иначе играет в одну игру со спецслужбами. И эти спецслужбы так или иначе работают очень часто в синергии, в тандеме с российскими спецслужбами. Это такая как бы прелюдия, любопытная к одному эпизоду, который я сейчас расскажу. Это первая ночь, когда я приехал в Крым, это вот, собственно, 27 февраля. В эту ночь в 4 часа 03 утра, как это, утра, да, то есть вот еще до рассвета, да, это вот февраль. В эту ночь через забор Симферопольской синагоги, перепрыгивал молодой человек в худи, да, в капюшоне с маленьким рюкзачком. Это зафиксировала камера наблюдения, CCTV-камера этой синагоги. С его, моя очень близкая коллега, к сожалению, ее уже нет с нами, это Маша Адамская, киевская еврейская девчонка, такая журналистка и редакторша. Маша меня свела с этим раввином этой синагоги, Мишей Капустиным. И Миша мне передал это видео, да, на флешке. И зачем мне нужно было это видео? Я должен был подтвердить факт момента нанесения на синагогу значков фольксангеля, надписей «Смерть жидам» и вот этой всей пропагандистской, адской, да, псевдофашистской, да, такой риторики. Зачем я это рассказываю? В эти же часы, в эти же дни в пабликах ВКонтакте и других в России начали распространяться призывы спасать, идти, защищать крымское население от кого? Фашистов. В эти же моменты представитель ультраправого украинского крыла, вот такого, я их называю псевдонационалистами, это мой собственный derogative term, потому что я очень не люблю риторику националистскую, особенно в моменты гибридных войн, да, когда начинаются разговоры о том, что украинцы говорящие по-русски, это не настоящие украинцы, начинаются там какие-то погромы там ромского населения, глупости, это все спецслужбистские, да, Украина очень, очень толерантная страна. За этим, как правило, зачастую стоят или полицейские, которые уже превращаются тоже в аналог, возвращаются, вернее, в лоно свое, да, в лоно того НКВД, расколотого когда-то в советские времена, да, но вот к голове того же спрута, к шее того же спрута, из которого потом выросли другие головы. То же самое со спецслужбой, с частью фракциями ультраправых движений, контролируемых украинской наследницей КГБ, СБУ. Это происходит так. И вот, возвращаясь к этому, представитель одного из таких движений, политик украинский, появляется на одном из телеканалов в футболке в тот же день, да, или за день раньше, я сейчас не восстановлю точно до часа, да, но это происходит вот приблизительно в промежутке одних суток. Он появляется в такой же футболке, ну, как бы в футболке с таким же значком «Фольксангель», да, как бы нацистским значком прошлой эпохи. И в то же время, когда такие надписи появляются, такие значки, такие надписи появляются на синагоге в Крыму, это все используется российской пропагандой. И этот человек в эфире этого телеканала, Игорь Масичук, в эфире этого телеканала начинает говорить о том, что мы, значит, будем собирать поезда патриотов, которые поедут в Крым и начнут рассказывать, значит, там, как родину любить и защитят. Это провокация, ложь, никаких поездов, ничего этого нет, да, никто не едет в Крым. Я недавно вывел на разговор этого человека буквально несколько недель назад, он признал, что они никуда, известно, что они никуда не поехали. А вопрос в другом. Этот нарратив начинает мгновенно использоваться российской пропагандой, как запугивание местного, значит, русскоязычного населения в Крыму, теперь еще и еврейского населения в Крыму после этой провокации на синагоге надписей и так далее. Это происходит с участием вот таких сомнительных персонажей из украинской ультраправой тусовочки. Происходит эфир этого феерического выступления, значит, с Фольксангелем происходит на телеканале 112. Телеканал 112, известный тем, что он принадлежал до последнего момента Медведчуку, куму Путина. На тот момент он еще не был активом Медведчука, он связан был, скорее всего, 112, который в свое время... То есть теперь последние движения, это когда он уже причисляется к группе влияния Медведчука, кума Путина. На тот момент он входил в группу влияния и контролировался людьми бывшего украинского президента Януковича и, скорее всего, министром или людьми близкими к министру внутренних дел Захарченко. Оба беглеца в Россию, оба люди абсолютно как бы промосковской ориентации. В общем-то, путинские на самом деле такие латентные зеленые человечки в Киеве. И таким образом мы имеем канал, принадлежащий, контролирующийся людьми путинских зеленых человечков в Киеве, транслирует пропагандистские, нацистские провокации такого толка, с такой символикой, которые используются в контрпропаганде, якобы, вернее, в пропаганде российской в Крыму для якобы того, чтобы побороть контрнаступление украинских сил, которого не происходит. Потому что эти заявления являются не более чем фикцией и чистой провокацией медийной, за которой на самом деле ничего не стоит. И это дирижируется так или иначе людьми, или находящимися в синергии с российскими спецслужбами, или принадлежащими к правому крылу, но такому псевдоправому крылу, так или иначе, повторюсь, связанному со спецслужбами украинскими. Это для меня достаточно серьезные сигналы, которых на протяжении новейшей украинской истории мы получали множество сигналы о очень серьезной, совместной такой синергетической работе между этими ответвлениями старого, доброго НКВДшного монстра. Вот такой маленький эпизод. Вот скажи, рассматривая картину опять-таки в общем, крупными, как говорят, мазками, мы имеем интересы Кремля, покрыть своим влиянием опять всю зону бывшего Советского Союза и не только, иметь влияние в Европе. И они делают все для этого, они пробиваются и добиваются своего. Мы имеем неких политологов, которые 20 лет рассказывают на разных каналах, да, и таких, и правых, и левых, и демократических, и патриотических. Какие-то вещи, которые, знаешь, вот караван идет, собака лает. Они свое рассказывают, а эти делают свое дело. И они продолжают дальше его делать. Сейчас мы видим, что в Армении всплыл человек, который был замечен в... В Крыму, да, в Крыму. Мы его вычислили из Крыма еще. Это вот позывной Самуэл, да. Это один из, собственно, людей, участвовавших напрямую в крымской операции «Зеленые человечки». Да, Крым. Крымский армянин, ставший подружье России. То есть Армения в зоне интересов, и там уже что-то происходит. Там уже какие-то шаги, они знают, что они делают. Еще у нас что из таких точек, которые, на которые уже нацелились, да, нацелили фокус наши друзья кремлевские, это Казахстан, да, заявление Федорова и Никонова, что Северная Казахстан, это вообще-то территория, это подарок русского народа. Мы имеем, слава богу, в Молдове прозападного президента Майя Санду, но никто не знает, как там повезет себя парламент, и там тоже что-то, может быть, это вообще-то надо мониторить эту историю, мы сейчас тоже будем делать такой разговор с Молдовой. В общем-то, картина складывается такая, что эти ребята, ну, добиваются, чего они хотят. Вот смотри, если представить себе такую, ну, игру в преферанс, вот сидят игроки, да, Европа, Штаты, Россия, они такие, вот у них расклад, у них там есть тузы, у них есть какие-то там, как они считают, семерки ненужные, да, там Грузия, Украина и Чечня, которые они, типа, сбраны, ну, они не игроки, да, мы их сдали уже и будем дальше сдавать вот эти неинтересные карты. А вот это замечательный вопрос, да, на который, ну, по-моему, ни у кого до сих пор нет ответа. Зачем? Когда, когда-то с помощью грузинских союзников своих России в XIX веке захватила дагестанца Шамиля, да, это старинная легенда, когда Шамиля везут через всю Россию, да, и, значит, показывая ему эти просторы, везут его, естественно, в ссылку и показывают ему эти просторы, значит, этих бескрайних рассветов и закатов, да, рассветов, закатов и откатов, показывают ему, и он говорит, ну, я не пойму, я, говорит, могу мою свою родину, Дагестан, проскакать на коне за один день, да, и вот вы везете меня здесь уже несколько дней, зачем вам я, да, зачем вам я? И этот вопрос Шамиля, да, он актуален по сей день. Зачем вам я? Мы с моим другом, очень близким и оператором, Димкой Орловым из Севастополя, да, ну, вот более, ну, более такой, что ли, яркой фамилии и месторождения, ну, не придумаешь, и мы снимаем очень часто, снимали очень часто где-то в Европе и так далее. Я слышал в Европе, в Брюсселе, в Лондоне месседжи российской пропаганды, месседжи с RT, о том, что они должны защитить российское население, русское население, российское население, русскоязычное население, да, вот это вот якобы защита русскоязычного населения звучало от абсолютно вменяемых людей во время случайных блиц-опросов, да, где-нибудь в правительственных кварталах на Даунинг-стрит или где-нибудь в центре Брюсселя. И я, вот, это были те моменты, которые я, ну, я наслаждался ими, когда я специально для этого брал с собой на съемки Диму Орлова, потому что я, я говорю, я останавливал интервью, как бы останавливал интервью, на самом деле, не выключая камеру. Я говорю, подождите, да, вот сейчас не, ну, вот не я у вас возьму интервью, а вы просто сказали какой-то тезис, я вам должен ответить, да, меня зовут Алексей Бобровников, я из Киева. Это за камерой Дмитрий Орлов, родившийся и выросший в Севастополе. Мы русскоязычное население Украины, не надо нас от Украины защищать. Россия, у нас все хорошо с русским языком, с нашей собственной идентификацией, как это, материальной, моральной, сексуальной, творческой и любой другой жизнью на этих просторах, у нас все в порядке, не нужно к нам приходить. И вот этот вопрос, зачем они это делают, я долго задавался этот вопрос, когда я писал документальный роман, который я сейчас закончил, который там в следующем году, вероятно, будет в Германии на полках, Граутсоне, да, серая зона, вот это моя серая зона, она про экономику вот этих бизнесов между спецслужбами украинской и российской, про экономику, стоявшую за убийствами людей, расследовавших вот эту фронтовую нелегальную контрабандную и денежно-отмывочную активность. Я все время задавался вопрос, я понимал там примерные объемы денег, понимал примерные каналы наркотрафика, каналы трафика сигарет, каналы трафика золота и серебра, да, то, чем торговало ФСБ, ССБУ посредством украинских, армейских и этих самых сепаратистских бандформирований и псевдо-квази, как бы вооруженных сил там ЛНРа и ДНРа. И я, как бы, понимал достаточно много о деньгах серой зоны, но я до сих пор не отдаю себе до конца, не могу себе дать отчетов о одном простом вопросе, который ты очень правильно сейчас задала. Зачем? Это не те объемы денег, которые позволили бы там обогатиться российской элите. Нет, она больше тратит, чем приобретает. Единственное объяснение, которое я этому нашел, это возможность вести войну немножко дешевле, чем это было бы, ведя войну классическими методами ведения войн 20 века. В 20 веке тоже велись такие войны, да, их достаточно много, но именно сейчас и именно здесь это приобрело сугубо гибридный формат. И вот этот гибридный формат, он позволил, ну, как бы, наверное, сократить России, финансовое свое участие в этих войнах, стимулируя местные элиты для того, чтобы они могли, как бы, поступить на самокормление от серой зоны, создаваемой, в свою очередь, спецслужбами, в первую очередь, российской спецслужбой, да, но в синергии со спецслужбами тех стран, которые в этой активности были задействованы. Когда я говорю об этом, я говорю о, ну, совершенно конкретных фактах, да, это факты торговой деятельности в Донбассе по торговле золотом и серебром российской ФСБ с украинской, там, 92-й бригадой и спецслужбой СБУ, стоявшей за группировкой, внутри нее, которая была задействована в контрабанде. Когда я говорю об этом, я говорю о провокации, которая, верно, не провокации, а фактах, обнаруженных американскими спецслужбами в Грузии, в Южной Осетии, где обогащенный оружейный материал для создания атомной бомбы, да, был, Плутоний был протаскиваем через пористую границу, и это контрабанда, да, уже угрожающая мировой безопасности, да, а не просто создающая, как это, финансовые преференции для местных князьков. Вот такая контрабандная деятельность, зачастую не всегда подконтрольная до конца вышестоящим органам в России, например, да, уже часто самодеятельность местных спецслужб, часто трение внутри группировок среди контролируемых спецслужбами сил с обеих сторон, но это всегда как бы такой полупокер, да, это всегда не до конца выгодная сделка, она всегда, она все равно, она дает как бы возможность подпитаться этой зоне, она не делает ее, ну, прибыльной на 100%, она просто снижает затраты, грубо говоря, на ведение войны в этой зоне, и вот с помощью вот такой финансовой как бы неопределенности серой зоны и вот этих возможностей для черных и серых схем, ведущихся там, Россия снизила как бы себестоимость введения таких конфликтов, это так, но конечный результат, оккупация, да, но во имя чего? Присоединен был лишь Крым, а вот эти вот анклавы, как мы в шутку очень черным юмором и ЛНР с моими коллегами называем ЛНРеей, да, вот ЛНРею, да, они не хотят присоединять, зачем им ЛНРея? Да, они не хотят присоединять несчастную Осетию, да, там, ну, то есть нет, она нужна им для того, чтобы вести вот эту дестабилизацию, гибридную политику между несколькими зонами темных и черных операций, контрабаса, да, но опять же, это позволяет им финансировать войну ради войны, но не ради результата. А я бы ответила на свой вопрос так, что в прикупе в этом самом, который они не ожидают, должны быть мы с тобой со своей правдой и настойчивостью, и тогда и Чечня, и Грузия, и Украина превращаются в тузы. Хорошо я сказала? Метафора красивая у тебя, ты красивая, у тебя метафоры красивые, да, ну, это такой поэтический образ. Я его, ну, не прочувствовал, да, вот я, мне понравилось, я могу сказать, ты, ну, вот поэтично что-то сформулировала. В прикупе ли мы, или, может быть, мы, вообще в колоде ли мы, а вообще мы живы или нет до сих пор, да, вот мы как бы, мы вроде как живы, щупаем себя, да, там, щипаем себе за руку, там, наносим себе какую-то царапину, нет, мы еще живы, да, мы еще чувствуем. Можем ли мы сейчас с тобой изменить эту ситуацию реально, а не в каком-то таком создаваемом нами иллюзии влияния? У меня нет ответа на этот вопрос. Единственный, наверное, ответ это то, что мы узнаем об этом, возможно, через 10 лет, но надо дождаться, надо дожить, надо догрызть как бы зубами эту историю и не сдаться. Вот это мы должны сделать, не сдаться. И, может быть, тогда мы сыграем. Сейчас мы с тобой еще не играем, мы только ждем своего часа. Ну, переводя преферанс в джокер, я могу сказать, что давай тогда мы будем джокерами, который станет в нужный момент сильной картой. Может быть, не я, может быть, мои внуки это сделают, но я считаю, что надо продолжать. Я когда-то в моем источнике Андрея Галущенко, с которым расправились спецслужбы, в этот раз с украинской стороны, я о нем, и он, собственно, был свидетелем и одним из главных расследователей этой серой зоны, о которой я пишу. Я о нем написал какую-то колонку, она есть в сети, одной из лучших маленьких колоночек, которые я писал для украинской прессы на тему этих убийств. Я назвал ее «Вредная белая пешка». Вот этот парень, да, и многие такие, как он, были вредными белыми пешками. Может быть, мы с тобой вредные белые кони, вредные белые офицеры, вредные белые джокеры. Вредные белые джокеры. Давай оставим это так. Мы – вредные белые джокеры. А. 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 Субтитры подогнал «Симон»